Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки коэффициентов приближающих функций, при которых сумма квадратов отклонений – фактические значения. От прогнозируемых будет минимально. Рассмотрим нашу задачу. Покажем на координатной плоскости наши исходные данные. Этому множеству наблюдений соответствуют некоторые ублаготочек на плоскости. Модель имеет простую линейную форму. Возьмем приближающую функцию в виде y и t равно ax и t плюс b. Сумма квадратов отклонений имеет вид. Геометрически суть метода линейных квадратов заключается в том, чтобы подобрать такую функцию, график которой проходит как можно ближе к точкам экспериментальных значений. То есть q – сумма квадратов отклонений – стремится к минимуму. Геометрически это сумма квадратов длина тресков от точки до прямой. x для точки и прямой имеет одинаковое значение, а y – разное. А в точке минимума функции нескольких переменных частные производные этой функции по независимым параметрам равны нулю. Запишем систему уравнений. После некоторых преобразований получим систему линейных уравнений с двумя неизвестными. Примем такие обозначения. y и т – зависимая или объясняемая переменная – это наши затраты. x и т – регрессор или объясняющая переменная – это наш временной ресурс. y и т – штрих – это прогнозируемый показатель n – количество наблюдений. Для нахождения наилучших параметров а и b мы должны решить полученную систему. Запишем данные в виде таблицы. Подставим в систему и найдем а и b. Умножим второе уравнение на 5 и из первого подчлена вычтем второе. Нашли необходимые значения коэффициентов а и b. Таким образом, искомая аппроксимирующая функция y и т равно минус 5,2х и т плюс 96,1. Запишем в таблицу прогнозируемые значения y и т – штрих, вычислив их через полученную линейную функцию. Построим график аппроксимирующей функции. Построенный график называется линией тренда. Вычислим сумму квадратов отклонений между прогнозируемыми и фактическими значениями. Сначала найдем значение ε и т, которое равно y и т минус y и т штрих. Чтобы ошибки не компенсировали друг друга одна в плюс, другая в минус, мы возведем в квадрат и посчитаем сумму квадратов ошибок прогноза. Таким образом, в этом столбце мы запишем ε и т в квадрате. Найдем сумму квадратов отклонений. Таким образом, мы нашли функцию, у которой из всех линейных функций показатель ошибки прогноза является наименьшим. То есть в своем семействе это наилучшее приближение. Вывод. Из множества линейных функций найденная линейная функция лучше остальных приближает экспериментальные точки. При этом наименьшая сумма квадратов отклонений между теоретическими и эмпирическими значениями равна 105,2. Поскольку угловой коэффициент функций отрицательное число, то в каждом следующем году суммарно военные расходы будут уменьшаться на 5,2 млрд. долларов. Прогнозный показатель расходов в 2025 году равен 23 млрд. долларов. Задача решена.